Субтитры создавал DimaTorzok Я прибегаю к защите Аллаха, слышащего и знающего, от проклятого шайтана. С именем Аллаха, Всемилующего, Милостивого. Хвала Аллаху Господу миров, благословение Аллаха и мир, посланному милостью для миров, нашему господину Мухаммаду, его семье и его благим и чистым сподвижникам, и тем, кто последовал за ними наилучшим образом. А затем, о братья-мусульмане во всем мире, я приветствую вас прекрасным и благословенным исламским приветствием от Аллаха. Ассаляму алейкум у рахмату ллахи в баракату. Сегодняшняя моя беседа с вами, если пожелает Всевышний Аллах, будет о покаянии, так как прежде мы говорили о знаниях. Сегодня же мы поговорим о покаянии, как ее совершить. Наш путь в жизни сопровождается знаниями и деяниями. Это тот путь, который расчертил нам Всевышний Аллах. И первое – это знания «Читай во имя твоего Господа, который сотворил все сущее, сотворил человека из густка крови». Читай «Ведь твой Господь – самый великодушный, он научил посредством письменной трости, научил человека тому, чего тот не знал». И одних лишь знаний недостаточно, необходимо сопровождать их деяниями. Знания являются предводителем, а деяния – его последователи. Знания подкрепляются деяниями, а иначе они будут утрачены. Поэтому первым делом мусульманину на своем пути деяний необходимо торопиться с искренним покаянием перед Всевышним Аллахом. Это то, что Аллах обязал нас всех совершать, сказав «Почему необходимо каяться? Потому что грехи являются завесой, скрывающей возлюбленного. А отстранение от того, что отдаляют от возлюбленного, является обязанностью. И достичь этого можно, лишь обладая знаниями, сожалением и решительностью. И если человек не знает, то, что грехи являются причиной отдаления от возлюбленного, то и не станет он сожалеть за грехи, и не станет испытывать боль по причине своего образа жизни, который отдаляет от Аллаха. И если не испытает он от этого боли, то и не вернется он к Аллаху. Такому необходимо чувство сожаления. Ведь сожаление – это первый путь к покаянию и проявление решительности в повиновении и отдалении от греховного, и неусердствование в совершении грехов. И если грехи связаны с правами рабов Аллаха, то необходимо вернуть то, что им прочитается. Или как минимум, чтобы они простили ему это. Аллах повелел каяться и сказал, que они простили ему это. И сказал, يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهَ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْذِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ Это то, что приводится в Коране А в Сунне Пророка, салаллаху алейхи вассалям, говорится «О люди, кайтесь перед Аллахом Я же поистине каюсь перед Ним по сто раз в день А сказал он это только для того, чтобы научить нас этому А сам же он являлся защищенным от грехов Ему были прощены все предыдущие и будущие грехи Пророк, салаллаху алейхи вассалям, каялся, чтобы показать своей уме, как правильно это делать Затем Пророк, салаллаху алейхи вассалям, разъяснил нам достоинство покаяния, сказав «Аллах радуется покаянию своего грешного раба и его приближения к Господу миров» Приводится в обоих сборниках в хадисе Ибн Мас'уд, это будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям сказал Поистине Аллах радуется покаянию своего верующего раба, который обращается к нему с покаянием, больше чем тот из вас, кто ехал по пустыне на своей верблюдице, вырвавшийся и убежавший от него со всеми его съестными припасами и водой Отчаялся найти ее Пришел к какому-то дереву И улегся в его тени, уже не надеясь увидеть свою верблюдицу И когда он находился в подобном положении Вдруг оказалось, что она стоит рядом с ним И тогда он взял ее за повод И сказал «О Аллах, ты раб мой, а я твой Господь» Допустив ошибку из-за охватившего его сильного ликования Аллаху Акбар Поистине Аллах радуется покаянию своего верующего раба Покаянию своего ослушавшегося раба Что касается того человека, которому вернулась его верблюдица с провизией из еды и воды Здесь имеется в виду, что к нему вернулась жизнь В тот момент, когда он впал в отчаяние от жизни, говоря «Я буду дремать, пока не умру» И подобных хадисов много И также есть единогласное мнение насчет обязательности покаяния Потому как грехи губят И отдаляют от Господа земли и небес Поэтому следует бежать от грехов немедля Покаяние является обязательным все время Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе Быть может, вы преуспеете Покаяние необходимо, потому что человек не перестает грешить И даже если он перестанет грешить руками, то он не прекращает грешить сердцем А если этого он избежит, то его не покинут наущения дьявола Различные мысли, отдаляющие от поминания Всевышнего Аллаха И даже если избежать подобного, то не избежать беспечности и упущений Все это относится к греховному Особенно невежеству в именах Аллаха и его действиях И это упущение, которое совершает мусульманин И никто не избегает подобного упущения Творения же разнятся в совершении этих поступков Именно поэтому необходимо каяться Даже от тех мгновений пребывания в беспечности Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал Поистине бывает так, что сердце мое окутывается То есть окутывается с прохождением событий Печаль, беспечность и тому подобное Поистине бывает так, что сердце мое окутывается И поистине я прошу Аллаха о прощении по сто раз каждый день Поэтому Аллах почтил его в своей книге Чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде И которые будут впоследствии А те, кто помимо него, то каково их положение? Нам необходимо покаяние, о рабы Аллаха И когда выполняются все условия покаяния То оно становится действительным И тогда Аллах его принимает Аллах субханаху ва та'ала говорит «Во هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون» Также Аллах субханаху ва та'ала говорит «Кул يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Просим Аллаха спасения ويعطينا على أنفسهم يغفر الظنوب جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته